Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Как нам стало известно от представителей местной администрации, личности участников конфликта уже установлены. Возбуждено уголовное дело. Со слов правоохранительной, участники данного инцидента несовершеннолетние, однако окончили обучаться в школе кто год, кто два назад. Все они установлены, находятся в городском отдел полиции. Более полную информацию не разглашают, потому что проводятся неотложные следственные оперативные действия. Причина не криминальная, но тоже веская. На неделю позже будут вынуждены начать учебный год в Бадайбо. Все четыре школы города откроют свои двери для детей лишь 9 сентября. Связано это с ростом заболеваемости энтеровирусом. Собственно, для профилактики дальнейшего распространения инфекции среди детей департаментом образования и принято решение отсрочить начало учебного года на неделю. Все это время педагоги и школьники будут осваивать необходимый материал согласно плану, но в дистанционном режиме. Задания появятся на сайтах образовательных учреждений и в группах в социальных сетях. Кроме Бадайбо, больше нигде в Иркутской области сроки начала учебы не сдвинулись. При том, что первая половина года отметилась значительным ростом заболеваемости энтеровирусной инфекцией по всему региону. По сравнению с 2018 число заразившихся увеличилось на 22%. Какой процент популяции погиб? Именно так стоит вопрос в расследовании массового мора рыбы в зале Иркутска. Официальное расследование длится уже больше месяца, а его результаты замалчиваются. Сегодня нам все-таки удалось узнать итог одной из экспертиз. О ней рассказал главный инспектор отдела рыбоохраны в Иркутске. Гибель водно-биологических ресурсов в районе микрорайона Солнечный 31 июля произошла вследствие, по данным ветеринарной лаборатории, произошла вследствие большого содержания аммиака и сероводорода и отсутствия кислорода из разложения органики. Это попадание большого количества сточных вод, кодолиционных вод, то есть фекалий. Проходит административное расследование и будут проявляться иски виновнику и возмещаться ущерб. Размер возмещения еще не подсчитан. Результаты первой экспертизы подвергли сомнению и сейчас проводится повторное. Кроме этого, продолжается административная проверка. Ее организаторы, межрайонный отдел рыбоохраны, определяют главного виновника экологического ЧП в Иркутске. Пока неизвестно, дадут ли специалисты ответ на главный вопрос. Насколько вероятны повторные массовые отравления фауны заливов водохранилища? Ведь если канализационная система неисправна, такой риск нельзя исключить. Комментарий на этот счет от городской администрации нам пока получить не удалось. Но мы не оставляем эту тему и обязательно будем следить за развитием ситуации. Обещание вернуться, которое гарант Конституции дал маленькому жителю Тулуна Матвею, представившемуся президенту как Матвей Николаевич, Владимир Путин выполнил. Сегодня глава государства вновь прибыл в пострадавший от паводка город. Первое место, которое посетил президент, это школа номер 6. Это одно из двух учебных заведений, которые пострадали от разгула стихии. На его восстановление было выделено около 40 миллионов рублей. Еще свыше 100 миллионов направлено на оснащение школы. После затопления отремонтировали пострадавшие помещения. Три учебных кабинета, служебные, гардероб, фойе, коридоры. Глава государства побывал на уроках музыки и математики, пообщался с учениками и пообещал, что в будущем году у них будет новая современная школа. Подробные отчеты о визите главы государства в Иркутскую область смотрите в наших следующих выпусках. Отметил глава государства и вклад простых людей. Школьников, которые вместо летнего отдыха выбрали другое времяпровождение. Помогать своим землякам в тяжелое время, когда Тулун затопило. Истории нескольких героев, отмеченных госнаградами, расскажем в нашем следующем материале. Маму мою много кто поздравляет. Я прихожу в школу, говорят, герой, герой, мне неприятно слышать это. Я не герой, я делал то, что нужно было и делал это со всеми вместе. 11-классник Марат Самусенко из Тулуна себя героем не считает. На выпускном своих друзей он узнал о приближении большой воды. Молодой человек долго не раздумывал, позвонил матери и сказал, чтобы она немедленно покинула квартиру, а сам стал волонтером. В пункте временного размещения людей дневал и практически ночевал больше недели. Мы начали сразу помогать, нас никто не звал, то есть мы сами вызвали, сами пришли на помощь, начали помогать людям. Приезжали машины с гуманитарной помощью, приезжали они из разных городов. В Иркутской области это Зима, Савьянску и Тун, то есть не вспомню, много очень городов. С Балаганска приезжали и так далее. Мы помогали разгружать эти машины. Как бы людей много, большинство женщин, силы как бы не было. Вообще, по словам одноклассников и педагогов, парень всегда отличался скромным и достойным поведением, а в трудную минуту приходил на помощь. Также проявила себя и Лилия Татарникова. Десятиклассница одной из первых стала добровольцем в гимназии, где создали пункт временного размещения. Обзвонила всех своих родственников и попросила постельные и теплые вещи. Для стариков и кормящих женщин она готовила еду, а по ночам наряду с мальчишками-одноклассниками помогала разгружать фуры с провиантом. Передо мной как-то бабушка, она была с внуками, у нее было много внуков, и она передо мной просто упала в приступе, просто сердцем. Вот это, об асфальт, это было самое тяжелое, наверное. Ну и быстро помогали. Ну здесь медики были и помогали людям. Девушка перед первым сентября сделала маникюр, довала к школьной линейке. Оказалось, еще и к церемонии награждения. Ее, Марата Самусенко и несколько десятков молодых людей из Толона решили отметить специальными наградами президента России за гражданскую позицию. Героями себя никто из этих ребят не считает, но далеко не каждый поступил бы на их месте так, как они. Олег Федоров, новости по будням. Визит президента в Прибайкалье был краткосрочный, впрочем, теперь в Иркутской области есть свой Владимир Путин, который, судя по всему, от нас никуда не уедет. Хотя бы потому, что это бюст. Его изготовили на Большой земле и доставили на Ольхон с помощью парома. На самом острове голову президента разместили возле одного из самых популярных туристических мест – мыса Шаманка. Инициировали появление бюста местные жители. Таким способом они хотят привлечь внимание к многочисленным проблемам территории, в том числе ограничениям, которые могут возникнуть из-за планируемой корректировки границ национального парка. До границы с соседним регионом не добрались. Семья из Красноярска возвращалась домой из Братска. На федеральной трассе в районе Тулуна их иномарка столкнулась с другой. Второй автомобиль загорелся, водитель погиб. Жители Красноярска остались живы, но травмы получили и муж с женой, и их шестилетняя дочка. Их госпитализировали. Эта авария открыла череду осенних ДТП с участием несовершеннолетних. За лето таких происшествий было немало. Как правило, виноваты взрослые, не соблюдали скоростной режим, дистанцию, не пропускали ребят на зебрах. Несовершеннолетние пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, впрочем, тоже не безгрешны. Всего с начала года в регионе произошло 181 ДТП с детьми. Шесть ребят погибли, 183 получили травмы. Чтобы сейчас, когда несовершеннолетние пошли в школу, не допустить всплеска аварий, в зиме решили покреативить. Установили два макета с изображением учеников. Фигурки разместили у пешеходных переходов в районе детского сада и на дороге с интенсивным движением в центре города. Макеты со световозвращающими элементами, так что даже в темное время суток, будут видны издалека. Макеты детей перед пешеходными переходами устанавливаются прежде всего с целью напомнить водителям о необходимости соблюдать скоростной режим при движении вблизи пешеходных переходов, а также во дворовой территории. Мы еще рассчитываем, что сами дети при движении по пешеходным переходам, глядя на данные макеты, будут вспоминать правила дорожного движения и переходить проезжую часть внимательно и только на разрешающий сигнал светофора. Больше тысячи школьников пошли сегодня в два новых учебных заведения. Торжественные линейки в них состоялись накануне. Также для юных жителей областного центра после капитального ремонта открыли двери две школы. Количество учеников в столице региона растет год от года. Сегодня к занятиям приступили на 450 первоклассников больше, чем в 2018. Особенно приятно учиться в новом заведении. Оценить такое в поселке Лесном смогут более 600 детей. Для них в трехэтажном здании предусмотрены кабинеты для занятий творчеством, хореографический зал, 25-метровый бассейн. Рада переменам и в гимназии номер 25. Там появился дополнительный блок, рассчитанный на 500 учеников. Изюминкой стал внутренний дизайн. Он посвящен Александру Пушкину и сибирским писателям. В школах номер 8 и номер 9 в ходе капремонта полностью заменили перекрытие кровли, окна, полы. Вместе с детьми новые интерьеры оценил и мэр Иркутска Дмитрий Бертников. У нас уже третий год, такая традиция в городе сложилась. Ее уже можно назвать традицией. Мы к 1 сентября стараемся открывать новые учебные заведения, новые блоки, капитально отремонтированные школы, чтобы, выполнив указы президента, перевести все-таки наших детей на односменную систему образования. И самое главное, мы должны создавать современные комфортные условия для обучения. Еще впереди, конечно, огромная работа предстоит. Но самое главное, мы движемся, мы делаем это, мы работаем, будем продолжать это делать. 342 школьных портфеля с необходимыми принадлежностями собрали ко дню знаний сотрудники энергетических предприятий со всей страны. Для детей своих коллег из Тулуна. Акция «Собери ребенка в школу» прошла в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Иркутской области. Подробности далее. Выбирает портфель себе по душе. Старый ранец Настя вместе со всеми учебными принадлежностями унесли воды реки Ия во время паводка. Сегодня в школу семья-классница пойдет с новым набором, в котором нашлось место не только для стандартной канцелярии. Всякие разные вот для творчества также. Пластилин, всякие разные вот эти вот альбомы для рисования, кисти. И на все это семья Насти и многих ее знакомых не потратила ни копейки. Школьные наборы родителям выдали на работе в Тулунском предприятии компании «Восипь уголь», которое входит в «Н плюс групп». От большой воды пострадало более четверти сотрудников местного угольного разреза. Компания старается оказать всестороннюю помощь. Детям особое внимание. Летом их отправили бесплатно на отдых. Сейчас всем миром собирают в школу. На сегодня мы собрали более 300 школьных наборов. Причем масштаб помощи был и Москва, и Волга, и Сибирь, и наши коллеги с Красноярского края, и с северных территорий, с северных, с южных, с восточных, с западных территорий Иркутской области. Акцию «Собери ребенка в школу» на энергопредприятиях группы провели по инициативе рабочих советов. Все собрали за несколько недель. Тамара Воробьева лично наполнила каждой из 342 школьных ранцев нужной канцелярией. Все мои сестры, все учителя, директора школ, я, конечно, еще вдвойне переживаю, да, но я чувствую радость, я чувствую радость, что даже при таком горе организовали, что дети идут у нас в первый класс и идут вообще, идут в школу. Помощь «Столом» будет приходить от коллег из «Н плюс групп» и дальше. Масштабная гуманитарная поддержка уже оказана. Пострадавшим раздали продуктовые наборы, каждый весом по 30 килограммов. Всех без исключения сотрудников угольного разреза снабдили медицинскими аптечками. В скором времени планируется доставка мебели и бытовой техники. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням. В планах такого точно не было. Спортивная жизнь региона ознаменовалась скандалом. Старший тренер Иркутской области по легкоатлетике Василий Шкурбицкий дисквалифицирован от судейства на год. Такое решение приняла Федерация этого вида спорта. Причиной послужила проверка, после которой судью всероссийской категории заподозрили в превышении полномочий. По мнению спортивных чиновников, во время турнира под названием «Мемориал Иркутских легкоатлетов» Василий Шкурбицкий внес изменения в итоговые протоколы соревнований. В результате некоторые воспитанники тренера смогли необоснованно получить звания и награды. Об этом сообщается на сайте Федерации. Цитата. «Бюро постановило аннулировать протоколы соревнований «Мемориал Иркутских легкоатлетов» в беговых дисциплинах 100, 200, 400 и 800 метров. Цитаты. Также не исключено, что Василия Шкурбицкого отзовут звание судьи всероссийской категории. Этот вопрос будет обсуждаться 10 октября на очередном заседании Президиума Федерации легкоатлетики. Кроме того, всероссийские соревнования «Мемориал Иркутских легкоатлетов» уже исключены из календаря состязаний на 2020 год. Совсем скоро в этом году в областной столице стартует новый театральный сезон. Иркутского зрителя ждет немало премьер. Однако главные преображения произошли не с репертуарами храмов искусства. Что же удивит горожан, знает Даниил Седов. С вешалки, как известно, начинается театр. Продолжает же его капитальный ремонт. С апреля в областном музыкальном театре имени Загурского работы по обновлению интерьера не останавливаются ни на минуту. На сцене уже установили новый пожарный занавес. Он скрыт для глаз зрителя. Однако в случае возгорания полотно спустится и станет барьером для огня. Для того, чтобы обновка держалась крепко, пришлось поменять все крепления. Они пригодятся и без всяких ЧП. Это важно прежде всего для того, чтобы потом заменить все необходимое штангетное оборудование. Оно у нас тоже устарело. И мы сейчас не можем не пригласить к себе какие-то интересные постановки, где смена декораций предполагает новое современное оборудование. Новое световое и звуковое оборудование привезут для камерной сцены. Ее делают в Цоколе музыкального театра. Зрительный зал будет вмещать в себя 200 человек. Площадку, которая обошлась областному бюджету в более чем 50 миллионов рублей, планируется запустить уже в 2020 году. И по всем прогнозам новое творческое пространство станет для иркутского зрителя культовым местом. Здесь могут быть спектакли малой формы. У нас есть проект, которому уже 6 лет. Это вот доктор Джаз проводит свои концерты ежемесячно. Это можно будет проводить здесь. Здесь у нас есть, мы можем делать здесь вечера романсов, какие-то творческие вечера. В новый сезон с усовершенствованным оборудованием входит и Иркутский академический драматический театр. Здесь этим летом установили новейшую звуковую систему. Такого оснащения нет больше нигде в стране. К каждой постановке программа сама выстраивает громкость и диапазон звучания. По нашим чертежам выставила, как правильно, оно само настроилось под наш зал, для того, чтобы везде было одинаковое звуковое давление, чтобы каждый зритель, сидящий в зале, получал одинаковый уровень звука. Также стоит отметить, что качество звука принципиально изменилось. Оно стало на уровень выше. В этом году на качественно новый уровень вышел комфорт во многих иркутских театрах. Воистенки заменили кресло в зрительном зале и отремонтировали кассы. Фасад строения 1960 года также подвергся реставрации. Одни из самых посещаемых культурных мест Иркутска уже готовы принимать и удивлять своего зрителя. А значит, грядущий театральный сезон в областной столице имеет все шансы стать одним из самых ярких в истории. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Об искусстве только и было разговоров в Иркутске на протяжении последних дней. В областной столице прошел международный книжный фестиваль. Тысячи изданий, десятки авторов, в том числе из-за рубежа, приковали к себе все внимание. О том, чем запомнился фестиваль гостям, расскажет Павел Желудев. Площадь у дворца спорта труд в Иркутске оказалась захвачена персонажами массовой культуры. Человек-паук, стормтрупер и японский спецназ собрались вместе, чтобы доказать комиксы, тоже литература. А международный книжный фестиваль – лучшее для этого места. Целый стенд на ярмарке посвящен графическим романам, да и вообще здесь повсюду веет эклектикой. Пока герои комиксов маршируют дружными рядами, в паре метров от них горячо обсуждают, как писать о природных и техногенных катастрофах. Неизбежно одной из основных тем стало наводнение в Иркутской области. Известные журналисты не остались в стороне. Я никогда так быстро не писала репортажи. Я его писала в поезде из зимы в Иркутск и в Иркутске продолжила писать и как только закончила, уже поехала в аэропорт и полетела в Москву. В соседнем лектории настоящий ажиотаж среди гостей фестиваля вызвало выступление популяризатора науки Аси Казанцевой. Во время встречи писательница представила свою новую книгу об устройстве человеческого мозга. А после окончания разговора десятки горожан выстроились в очередь с вопросами и за автографами. Сейчас очень большая роль переводчиков, трансляторов, тех, кто снимает сливки, тех, кто выбирает из каждой области самое интересное, тех, кто отслеживает главные тренды, тех, кто на неглубоком уровне погружения, но мониторит какую-то довольно широкую область науки и рассказывает они людям для того, чтобы они не чувствовали себя выкинутыми на обочину прогресса. Чувствовать себя выброшенными на культурную обочину иркутянам тоже не пришлось. Целый час встречи с классиком норвежской литературы Эрландом Лу. Гости фестиваля готовы были провести стоя под палящим солнцем. Для организаторов фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» такой интерес людей – главная причина, чтобы в следующем году вновь заставить весь Иркутск говорить о книгах. Потому что в Иркутске читают, я знал и был уверен. И говорить могут, да, скорее, но вот какого-то… Я не знаю, как у вас в городе с книжными клубами. Это формат, которым, возможно, мы займемся в следующем году. А второй международный книжный фестиваль тем временем подошел к концу. Итогом стало 100 тонн проданных книг, встречи с 80 писателями и журналистами, спектакли, которые посмотрели более тысячи человек и открытые чтения. Что ж, в культурной столице Сибири по-другому и быть не могло. Павел Желудев, Алексей Бондаренко. Новости по будням. А какие еще новости из жизни Иркутска и региона позволят нам гордиться земляками? Об этом мы не только поведаем в рубрике «Повесточки». Здравствуйте! Понедельник не всегда тяжелый день. В первую очередь для тех, кто любит свою работу. Вот сегодня о профессиях и обо всем, что с ними связано, и поговорим. Космонавт – не работа мечта. Думал я, пока не узнал эту новость. Несколько дней назад на МКС был доставлен антропоморфный робот F-850, известный в миру как Федор. Чем конкретно он будет заниматься на станции, пока неизвестно. А вот его первый день в космосе запомнится всему миру. Дело в том, что робота российской разработки смогли активировать только с 15-го раза. Кнопка включения просто не реагировала на действия космонавтов. Не менее престижную, но гораздо более сложную профессию выбрали герои следующей новости. Вот они, 39 сотрудников спецназа ГУФСИН, которые проходят службу в 18 регионах страны. Все они прошли испытания на право ношения крапового берета – главного символа профессионального мастерства. Каждому пришлось преодолеть 12-километровый марш-бросок, выполнить учебные стрельбы и выдержать 12-минутный поединок с опытными бойцами. А пока мужчины выясняют, кто сильнее, точнее и круче, женщины региона занимаются наукой. Младший научный сотрудник одного из вузов Иркутска Екатерина Щапова выиграла грант более миллиона рублей. Деньги потратит на разработку технологии долгосрочного отслеживания физиологических параметров организмов в водной среде. Примеров подобных работ пока нет не только в России, но и в мире. Ну и напоследок расскажу вам о профессиональном путешественнике из Брюсселя, который вот уже три года подряд пытается успокоить свою маму. Делает он это с помощью таблички «Мам, I'm fine» ну или «Мама, я в порядке». Тем более повод для беспокойства Вески и свои фотографии Джонатан Киньони сделает в самых опасных и красивых местах планеты. Вот и все на сегодня. До встречи! Ну что ж, будем ждать следующий фестиваль. А пока я с вами прощаюсь до новых встреч на РЕН-ТВ. И помните, мы всегда вместе с вами.